Привет-привет всем! С вами программа «На самом деле» и я, Анастасия Новикова. Не так давно я решила приобрести себе книжку. Я большой любитель хорошего чтива. Прошлась по нескольким книжным магазинам нашего города, залезла на сайт продажи книг и сделала для себя вывод, что книги-то у нас подорожали. Вот, сами посмотрите. Некоторые книги, конечно, можно приобрести и по небольшой цене, но большинство из них стоит запредельно – 3, 5 или даже 6 тысяч. Конечно, любители почитать на хорошие книги не поскупятся, но что делать, если средств не так много, а читать все же хочется? Мы нашли несколько полезных лайфхаков для настоящих книгоманов. Первым делом мы решили заглянуть в библиотеки. Многие при этом представляют огромные стеллажи с пылящимися томиками произведений. На самом деле это далеко не так. Здесь даже классику разбирают, как горячие пирожки. Что уж говорить о новинках. В библиотеку по мере выпуска новых книг попадают самые популярные на сегодняшний день произведения. Я и не думала, что в библиотеке есть такие на самом деле… Мы же читаем. Ой, простите. Я и не думала, что в библиотеке есть такие на самом деле интересные книжки. Здесь есть культовый мировой бестселлер, роман Грегори Дэвиса Робертса «Шантарам». На самом деле я его читала. Это отличная книга. Здесь есть, к моему удивлению, здесь есть «50 оттенков серого». Все три тома. Приходите, почитайте, выбирайте. На самом деле в библиотеку можно приходить и выбрать интересную книжку. А главное, это будет абсолютно бесплатно. Вам всего-то нужно прийти с удостоверением личности или паспортом в библиотеку и открыть свою карточку читателя. Книги даются сроком на две недели. Не успели прочитать, продлеваете срок. Как сэкономить на книгах? Вариант номер два – буккроссинг или обмен книгами. В Шумкенте действует постоянный уголок буккроссинга, где люди могут обмениваться знаниями семь дней в неделю. Приносите свою книгу или даже несколько, а взамен выбираете понравившиеся экземпляры. Сейчас здесь ждут своих читателей около 40 книг. Это как современная литература. Рассказы Рея Брэдбери, популярные «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, так и классика – сборники рассказов Чехова или автобиография полководца Александра Македонского. В данный момент у меня в руках книжка «Александр». Я ее только что открыл. Сейчас познакомлюсь с этим произведением, наверное, страниц на пять. Среди книг, которые находятся здесь, я нахожу такие редкие книги, которые меня интересуют по психологии или по эзотерике. И с большой радостью приношу с дома книгу по математике за восьмой класс, оставляю здесь и беру действительно ценный для меня экземпляр. Через неделю возвращаю на место. «Букроссинг» – самая идея, почему понравилась, потому что это бесплатный доступ к книгам. И старые книги, у кого есть ли из дома, они не простаивают, они переходят к другим людям, и постоянно-постоянно знания как бы в круговороте находятся. И это важно, чтобы люди делились знаниями. Книжки могут быть абсолютно любые, и человек может любой прийти. Если какие-то книжки порваны, мы их восстанавливаем. После прочтения книги ее можно смело нести назад и брать новую. Конечно, бывает жалко отдавать свои книги и расставаться с полюбившимися экземплярами, но делиться знаниями все же нужно. Обменять свою книгу на новую можно по адресу улица Туркестанская, четвертый этаж, здание фабрики «Эластик». И еще несколько эконом-вариантов для книголюбителей. Приобретать книги по цене намного ниже магазинной можно на сайтах купли-продажи. Туда частенько выкладывают объявления о продаже уже прочитанных книг. Также выбирайте книги в мягкой обложке, они на порядок дешевле своих собратьев в твердом переплете. В общем, читать книги можно, даже когда вы ограничены в средствах. Доказано и проверено от RRTV.